итак всем привет на моем первом может сказать реал стриме я прикупил себе устройство к сожалению мне веб камера очень плохая устройство под названием live gamer portable light от компании avermedia в общем это типа как плата аудиозахвата только это не совсем плата это целый девайс он портативный относительно портативный ну то есть он юсбишный задержан для захвата видео нет армии нет права на реал стримы но я то не делал плеер онлайн на искать по тв главное на ютубе будет это и все так же в принципе я могу захватить чатик если ты тоже пишешь в принципе даже ради одного почему нет собственно не вопросов стоп стоп щас 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 будет так это негодник да ладно там наши только не стримит когда в оффлайне миксы не неудобно я одной рукой держу эту камеру я конечно могу поставить на стол например да но блин не ладно лучше я не буду комнат показывать вот ну соответственно так посмотрим будем открывать одной рукой такой квест распакой одной рукой коробку да соответственно для чего я купил у меня вот тут есть xbox 360 соответственно я хочу с нее попробовать постримить вот так сейчас мне нужно что-нибудь типа ключей блин как же мне сделать это первый раз такое дело поэтому не знаю как это лучше это не давай камера падает вот собственно коробочка ну ладно открываем посмотрим что внутри нее сок ну да бухает периодически сок ну и сразу же видим это наш девайст лежит под пленочкой вот он такой легкий навес вообще там меньше 100 грамм весь здесь у нас почему-то мини-юсби разъем не микро-юсби а мини-юсби странно печальками шкабель искать если не в комплекте здесь у нас аудио разъем слева вход справа выход не знаю точно для чего но видимо на всякий случай и hdmi наконец-то вход и выход ну наконец-то потому что я так долго мучился я пробовал уже xbox захватывать на аналогов этого тюнера ну это жесть полная там вот это логотип это он является кнопкой вот что тут еще в комплекте у нас лежит а ну вот собственно кабель то есть мини-юсби в комплекте так все нормально и как обычно ненужная макулатура который может скакать в интернете а или это гарантийная а это сейчас секунду это вот в общем как обычно инструкция как там подключить кабель в разъем это же так сложно сделать никто не догадается вот в принципе можно попробовать так значит какой порядок действий да здесь если я правильно понимаю я подключаю так вот сейчас hdmi кабель у меня вот hdmi кабель так я вернулся ну короче я когда вытаскивал hdmi кабель случайно вытащил сетевой кабель из компа сейчас пошло все и говоришь видел когда сетевой кабель включали в usb ну печалька вот в общем этот кабель идет уже есть от иксбокса и я так понимаю его нужно всовывать логично да в hdmi in подключаем подключаем так подключили далее значит распаковываем наш usb кабель а ну камера конечно печальки неудобно я особо не готовился к стриму так от балды решил подстримить просто потому что это непосредственно касается моих следующих стримов я позже скажу какая конкретная игра будет ну некоторые уже знают так так распаковали кабель теперь его так где у нас тут usb так на та сторона так не видно давай всю жизнь стримить давай всю жизнь стримить ну некоторые по-моему так и делают так ну и пока что для простоты воткнем его прямо в передний разъем компа так что-то включилось сейчас сделаю громкость побольше да вот идет установка какого-то девайса что теперь попробуем вот так прям в OBS и добавить устройство захвата так ну вот камера это камера ага а этого нету этого нету почему-то может быть надо тогда перезапустить этот OBS я тогда сейчас перезапущу OBS и вернусь на стрим может быть появится девайс что-то я не знаю стрим пошел да что-то загручил у нас немножечко немножечко загручил чатик сейчас так в принципе черт бы с ним на самом деле это с этим чатиком ну ладно захватили так захватили так вот ну ладно посмотрим я перезапустил смотрим где появился что-то 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 не появилось я как бы все делал в реальном времени то есть я ничего до этого не знаю а у нас вот появилось неизвестное устройство AVER ну и что драйвера не найдешь что ли автоматически не удалось установить лол в комплекте ни кони флешки ни диска не было ладно ладно не вопрос сейчас чатик на экран поставлю чтобы увидеть если что ой не чатик а этот камеру а то я не вижу что я снимаю как у нас там AVER а вон плату видео вот вроде бы это должно быть а а вон он должен распознаться не как флешку он должен распознаться как а кстати нет нету видишь не знаю там было видно или нет ммм нету почему он должен распознаться как устройство видео захвата так это я не то скрыл это магазин вот сайт овермедиа наверно скачать да приложение драйверы windows ну да ну и где скачать а что то вот кнопка а тут я камеру не стану набил еще естественно все современные устройства пашут под 8 ты чё так винфрис а нет рекламы а ну вот качается да скорость оставляет желать лучшего конечно да но я конечно так не буду сидеть с камерой и ждать давайте пока включим xbox в принципе почему нет у меня тут пека пека внешний жесткий диск у нас по прежнему мигает а что если нажать эту кнопку давайте нажмем и ничего ну ладно я принципе из видео этот кусок вырежу так вот скачалась попробуем установить и а ты поставил плюс понятно что боже это полная давай полная выборочная выборочная как обычно там выбрать нельзя и не из чего его к сожалению не вижу что я снимаю потому что она на весь экран выгодцов надеюсь там видно монетах кнопки за что то ставит все он готов и я перезагрузки потребует да нет так теперь смотрим добавить устройство захвата по-прежнему нет обновить может надо чтобы мы посмотрим опять диспетчер устройств чего конец что каким фигня если вручную так смотрим авер хотя кстати не факт что она под именем авермедиа потому что там рука имени чипы и так далее а ты же а авермедиа есть вообще-то ну вот ну вот жену надо было обязательно именно так что делать не мотает совместимость на помню это успешно установлено блин фэйспаум сама не могло сделать ну ладно все установлены а мультимедиа контроллер с эти возможно тому этого тюнер но я думаю что это не имеется отношения так пробуем еще раз устройство захвата ой ну наконец-то кавер медиа и так она стала синим тем ну красный этот конечно стоп а почему красная фигня что я не понял может нажать надо я нажал кнопку на это но и девайсе трансляция что трансляция а он на твич можно на твич на youtube кастам не но этой штукой стримить ахзр нет я уже привык не понял это фигня чтобы именно типа пробуга для стриминга такая тавера но нет она меня не нужна хотя если бы она хотя бы превьюшку показала бы не покажет чушь 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 красный экран стоп а у нас ты как в x-блок скобель подключен ну-ка ладно выкручиваем x-блок сейчас включу странно что я делаю не так 10 она горит это криво встали но не знаю вроде был написано все успешно так попробую короче перезагрузить начале у б.с. если не поможет то комп и вернусь соответственно но перезагрузка не помогла компа так сейчас я на планшетике себе включу трансляцию чтобы видеть что происходит вот в общем по прежнему красный экран красный квадрат что с этим делать пока не очень понятно вот ну в принципе можно попробовать блин ничем и закрыл вот так вот так вот так вот что беру пока красный Ну, я не знаю, ну, в принципе, может быть, он не совместим именно с OBS, там написано было, что гарантируется совместимость XSplit, а про OBS ни слова. Написано, драйвер, вот, версия 3.7. Можно попробовать, ну, вообще в теории абсолютно никакой, в теории, но на практике, знаешь, всякое там может происходить. Не знаю, что оно хочет. Давай попробую настроить на Twitch. Попробую на Twitch настроить. Да, он ее должен видеть как вебку, правильно. Ну, он ее и видит как вебку, только изображение красный квадрат. Так, тогда мы настроим сейчас на Twitch. Так, какой она самый ближний, Франкфурт. Так, имя, пользуя, пароль. Ну, это, конечно, я оставлю за кадром. Вот видите, какие пятна, да, ну, вот, на экране, это такая вебка. И в магазине сказали, что это нормально. Неправильно? Ну, не буду спорить. Нормально, значит, нормально. Неправильно импостили пароль. Прикольно. Так. Ну, должно быть, я, должно быть. Все, подключение установлено. Так. Значит, соответственно, открываем Twitch. Открываем Twitch. Так. Блин, а тут еще авторизовать надо. А, нет, тут у меня есть кто-то. Альшина, 522, легенда, вот. Ой, кто-то там стримит. Почему он автоматически это включает? Это не очень. Ах, ты понял, сыпки. Вот так. Пробуем врубить на Twitch. Ну, давай, готово. Это окно, да, не будет понятно. Так. И? Что-то пока что оффлайн. Хм. Ну и чего? А, может, старт надо было нажать? Нажал старт. О. Пожесть пошла. Какой Twitch мне... Пашет? Лола, ну пашет. Ну, задержка на Twitch это мы знаем какая. Ну, в общем, вот я полистаю сейчас. Да, Twitch, конечно, радует задержкой своей. Ну... О, додумался. Ну, значит... ОБС не очень. Так. Ну, понятно. Так. Я случайно с негодования нажал стоп на ОБСе вместо того, чтобы нажать стоп в свече. ОБС удалять ставь эксплит. Ну... Вообще не хочется, конечно, но... Нет, ну надо разобраться. В общем, я думаю, сейчас я уже вне стрима попробую разобраться с ОБСом. Если не получится, тогда уже придется эксплит ставить. Вот. Так что... На этом я заостанавливаю стрим. Не знаю, буду ли еще дозаписывать или нет. Но, скорее всего, если получится, да, буду дозаписывать. Так что... Пока нажимаю паузу. Так. Ну, в общем... Я... Покопался. Подумал. Долго. Это уже... Продолжая запись на следующий день. В общем... Перебрал множество драйверов... Ну, не множество, но... В общем, разные там драйвера, софт... Понял, что этот LGP StreamEngine не хочет работать. Ну, да, я знаю. Он сейчас пишет, что опенит. Но, на самом деле, если я закрою, то он просто будет писать, что девайс not found. Ну, вот. Не хочет. Видимо, это только для полной версии LGP. А у меня LGP Lite. Ну, вот, в общем, как-то так. А для чего нужно LGP StreamEngine? Я имею ввиду. StreamEngine нужен, чтобы у нас в... Соответственно... В OBS или в любой другой программе, когда мы выбираем устройство захвата... Выбираем устройство захвата. И чтобы здесь у нас появился StreamEngine. Я, кстати, не знаю, почему он появился, но сразу говорю, он не работает. Я пробовал. Ну, потому что программа не запускается. Там сконфигурировать, видимо, надо. Наверное, он там появился просто из того, что программа установлена. Но его нужно сконфигурировать. А я не могу его сконфигурировать, потому что он говорит, что устройство не найдено. Видимо, поэтому и не работает. Вот. Что касается программы XSplit. Ну, во-первых, она платная, да. Стоит довольно дорого, 15 баксов в 3 месяца. Ну, я понимаю, если бы она просто 15 баксов стоила, я бы купил. Но это каждые 3 месяца платить, а я все-таки не коммерческий стример. Мне как-то это вообще не о чем. К тому же, к тому же, даже если, пускай я, допустим, согласен кряк поставить, хотя я это не люблю. Но она пишет видео, во-первых, в FLV формате. А во-вторых, она не пишет видео в сетевую папку. Не умеет. А у меня на компе SSD диск на 128 гигабайт. И, как бы, писать... Я не имею возможности на него писать локально. Но он, видно, 11 ГО свободно. То есть, мне этого хватает для установки софта. Ну, чего-то такого по мелочи необходимо. Там папка загрузки у меня там кое-что валяется. Ну, так, в общем, хватает на каждодневные цели. Но не чтоб писать туда видео. А на сетевом диске у меня там двухтерабайтный жесткий диск. И свободно там где-то еще полтора терабайта. Вот. Так что, как бы, эксприт вообще не катит никак. Что касается самой программы RedCentral. Ну, это программа от AverMedia. Да, она может и записывать видео, и стримить. Но у нее есть куча недостатков. Вот окно записи видео. Здесь же вот есть трансляция. Она поддерживает трансляции на различные. Я вот на Кибергейм настроил, да. Но проблема в чем? Сейчас. Проблема в чем заключается эта программа? В том, что, во-первых, она почему-то не умеет одновременно и транслировать, и записывать видео. Все. Уже не катит. Во-вторых, она не умеет подставлять сюда что-то еще. То есть, я не могу текст какой-то кинуть, типа, там, перерыв. Или, там, стрим начнется через пару минут. Или чатик прикрепить. Ну, все. Ну, это бред. Ну, в общем, ни о чем. Вот. Так что, каким образом я решил поступить? Берем. Открываем это окно. Берем OBS. Добавляем новое окно. Вот это видео Windows. Вот это вот окно, да. Ну, то есть, все тупо. Вот. Вот. Это я уже переключил на него. Убрал рабочий стол. Берем. Расширяем до необходимой длины. Сейчас оно динамически не подхватывает. Изменение размера окна. Сейчас подстрою. Ну, во-первых, чат. Берем. Стоп, куда чат делся. Все. Вот чат. Вот чат. Берем еще, расширяем. Сейчас тут немножко так вот помучится, но... И еще чуть-чуть так можно подогнать. Вот. Ну, и примерно вот таким образом я и буду стримить. Но. Еще проблема. Проблема заключается в том, что... Все-таки присутствует задержка. Задержка вот именно интерфейса. Она вроде маленькая, очень маленькая, где-то треть секунды. Но, как бы, если где-то нужно будет реакцию проявить, то уже будут проблемы серьезные. Конечно, игра, которую хочу стримить, это JRPG, но... Мне кажется, могут быть проблемы серьезные с этим. Так что, мне придется купить еще один HDMI кабель. И... Ну, вставить его в видеовыходе в этом устройстве LGP Lite и подключить его к монитору. Но получается, что у меня будет один монитор и для ПК, и для изображения текстбокса. И... Получается, что мне придется здесь поставить уже стрим на запуск. После этого переключить монитор в режим HDMI и уже там играть. То есть, ну, конечно, это сулит проблемы такие, что я не смогу... Во-первых, мне придется чатик на планшете открывать. Во-вторых, я не смогу, там, быстро подставлять, там, какую-то, там, перерывы и так далее, надписи какие-то, быстро корректировать. Но посмотрим, что из этого получится. Я думаю, как-нибудь приспособлюсь. Сейчас пока проблема... Ну, не проблема, а задача купить кабель, в общем-то, и все. И буду стримить, наверное, в воскресенье застримлю, попробую вот эту игру. Название которой вы видите на экране. Ну, кто не понял, тот увидит воскресенье. Продолжение следует...